Во Франции продолжают протестовать жёлтые жилеты. Участники движения заблокировали дорогу к нефтеперерабатывающему заводу «Тоталь» в Донже. В итоге образовалась огромная очередь из грузовиков. Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что повышение налогов на топливо отложат на полгода. Однако протестующим этого уже недостаточно. Они требуют отставки президента Эммануэля Макрона. «Это пустословие. Мы называем это словами «пускать пыль в глаза». Просто хотят усыпить внимание людей. Но они не наивные, а очень рассерженные. Когда Макрон пришёл к власти, всё стало хуже. Столько женщин умирают от голода. Рабочие умирают от голода. На улицах спят бездомные женщины. Ужасно видеть такое во Франции в 2018 году. Позор! Макрон должен уйти». Протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Масштабные акции проходят по субботам. В остальные дни с протестом выходят немногие. 1 декабря демонстранты устроили беспорядки в Париже. Они грабили магазины, поджигали машины и забрасывали фейерверками полицейских. Из-за протестов Макрону пришлось пойти на первую за время его президентства крупную уступку. Между тем, протестующие недовольны тем, что за последнюю неделю президент ни разу не обратился к ним с речью. «Только президент обладает силой остановить протесты. Он должен был, как отец нации, встать перед народом Франции. Это его роль. Нужно было искренне поговорить с французским народом». В Париже из-за возможных беспорядков в субботу не будет работать Эйфелева башня. В центре города закроются многие магазины и рестораны. «Попытка США осудить насилие со стороны палестинской группировки «Хамас» впервые не набрала нужного количества голосов в Генеральной ассамблее ООН. За проект резолюции проголосовало 87 стран-членов, 57 высказались против, 32 воздержались. Однако в этот раз нужно было непростое большинство. По предложению Кувейта было решено, что для принятия документа требуется две трети голосов. «Сегодня мы достигли относительного большинства голосов. Это могло быть и абсолютное большинство, если бы голосования не сорвали действия по политическим мотивам. Но мы единым и смелым голосом призвали Хамас к ответственности. Те страны-члены, которые отклонили эту резолюцию, вам должно быть стыдно. Когда-нибудь терроризм может коснуться и вас». Представитель США ранее предупредила все страны-члены, что Вашингтон будет очень серьёзно смотреть на результат голосования. «До того, как Генеральная ассамблея сможет отстоять компромиссы примирения между палестинцами и Израилем, необходимо однозначно и безоговорочно задокументировать и осудить терроризм Хамаса». Соединённые Штаты разрабатывают план по установлению мира между Израилем и палестинцами. Однако палестинская сторона выражает скептицизм и обвиняет администрацию Дональда Трампа в поддержке Израиля в ключевых вопросах. «Сегодня в ассамблее попытались создать ненужную конфронтацию со спорными мотивами и целями, прикрываясь вопросами террора». Более десятилетия сектор газа находится под контролем группировки «Хамас». За этот период экономика территории погрузилась в кризис, а люди стали страдать от нехватки воды, лекарств и отключения электричества. Израиль говорит, что у него нет выбора, кроме как продолжать блокаду, поскольку «Хамас» призывает к уничтожению Израиля и использует сектор газа как базу для запуска ракет в израильскую сторону. Финансовый директор китайского гиганта Хуавэй ожидает решения о своей экстрадиции из Канады в США. Женщину арестовали в начале декабря в аэропорту Ванкувера. Официальной информации о причинах задержания пока нет. Однако американские власти с 2016 года ведут расследование в отношении Хуавэй, подозревая компанию в нарушении торговых санкций США. Как предполагается, она отправляла в Иран и другие страны продукцию американского происхождения. 46-летняя Мэн Ван Чжоу также является дочерью основателя Хуавэй и занимает пост зампредседателя правления. «Этот арест очень громкий. Хуавэй не только обвинили в нарушении иранских санкций. Компанию также считают угрозой национальной безопасности США. Это означает, что другие компании, которые также относят к этому списку, тоже могут оказаться в зоне риска». Премьер-министр Канады заявил, что политической подоплёки в аресте Мэн Ван Чжоу нет. «Решения по этому делу принимали соответствующие органы. Они предупредили нас о предстоящих действиях за несколько дней. Однако никакого вмешательства на политическом уровне не было. Мы уважаем независимость наших судебных процессов. Я также не проводил никаких переговоров по этому вопросу с международными партнёрами». Между тем, Япония объявила, что планирует запретить импорт продукции китайских компаний Huawei Technologies и ZTE. По словам пресс-секретаря Кабинета министров, это необходимо, чтобы укрепить защиту против кибератак. «Как и многие дети, американка Изабелла Чорч с нетерпением ждёт новогодних праздников. Когда мы открываем подарки, я чувствую, наша семья в тот момент действительно счастлива. Вообще, мы всегда счастливы, но это очень захватывающее время года». Рождество и Новый год – самый оживлённый сезон в индустрии игрушек. Но теперь родителям советуют избегать дорогих электронных игр или сверкающих цифровых девайсов. Педиатры США пришли к выводу, что лучшие игрушки – традиционные, в которые можно играть вместе с родителями. Например, кубики, пазлы, книжки, раскраски и даже обычные коробки, которые развивают фантазию ребёнка. «Вокруг много рекламы, в которой говорится, что лучшие игрушки электронные, которые звенят, издают звуки с компьютерными чипами, очень изощрённые. Но, как оказалось, это не так. Оказывается, лучшие игрушки часто самые простые». Советы по выбору опубликовали в отчёте о лучших игрушках для детей в эпоху электроники. В нём также отмечается, что электронные гаджеты тормозят развитие речи и могут привести к ожирению. Также из-за них дети лишаются важной возможности поиграть с родителями. «Думаю, детям сегодня очень не хватает взаимодействия с людьми в целом. Они лишены этого взаимодействия из-за технологий, из-за своих телефонов, айпадов и компьютеров». «Обычно родители дают мне большую коробку от упаковки. Я делаю из неё самолёт или маленький домик». «В магазинах тоже отмечают, что пытаются предоставить альтернативу электронике. То есть, предлагают игрушки, которые можно взять в руки и поиграть». На берегу Бенгальского залива в Канараке прошёл восьмой международный фестиваль песчаных скульптур, крупнейший в Индии. Недолговечные, но грандиозные фигуры создают более ста мастеров со всего мира. «Сюда приехали скульпторы из шести стран – США, Нидерландов, Испании, Шри-Ланке и Японии. Также здесь собрались примерно десять мастеров из разных штатов Индии». Скульпторы посвятили свои творения морю, искусству и даже литературе. Местные мастера отразили на песке красоту индийских традиций. Автор лучшей скульптуры получит награду в полторы тысячи долларов. «Я впервые на фестивале песчаных скульптур, и работы меня очень впечатлили. Индийские мастера создали прекрасные творения. Иностранцы тоже здорово постарались». Среди мастеров известные скульпторы, в том числе американец Дэн Даблдэй. «Здесь так прекрасно. Мне нравятся люди. Всё прошло весело. Люди такие интересные, очень дружелюбные. Приятно среди них находиться». Фестиваль песчаных скульптур организовал комитет туризма штата Ариса. Он приурочен к другому крупному фестивалю, который посвящен индийским танцам. Оба мероприятия проходят ежегодно в декабре и привлекают тысячи туристов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова